И спасибо Владимиру Владимировичу, пока живу Просто, чтобы поднастратим То есть вот такой настрой у вас? Да, да А мы не знаем, какие события за этим могут последовать Я бы хотел, чтобы события последовали Знаете ли вы о том, что у нас будет в сентябре месяце 17 по 19 число? Ну, да, представляю, трехдневное голосование Планируете участвовать? Да, конечно А предпочтения какие-то есть? Можете озвучить? На данный момент нет, но я буду руководствоваться умным голосованием Насколько оно эффективно, на ваш взгляд? Ну, в прошлый раз в моем районе было эффективно В ЦАУ А не получится ли так, что пройдет благодаря умному голосованию Человек, который, ну, явно будет симпатизировать правящим элитам? Ну, они, скорее всего, все как бы под ними ходят Но хотя бы не Единая Россия, может кто-то хоть что-то сделает Хоть какая-то надежда Просто, чтобы поднастратим То есть вот такой настрой у вас? Да, да Мне не нравится политика партии, так сказать То, что творит наше руководство уже последние 20 лет Меня совершенно не устраивает Планируете ли принять участие? Нет Почему? Ну, потому что не здесь прописано И не поеду ради этого На родину Чтобы проголосовать За то, за что не хочу голосовать Не хотите голосовать по каким причинам? А мой голос ничего не решит Уже все сделано Вы убеждены в этом? Ну, вы знаете За все время, которое это все происходило Я думаю, да, все решено То есть никаких шансов повлиять на ситуацию, на ваш взгляд, нет? Если было бы, пошла А все же, если бы вы были у себя в регионе За кого бы отдали предпочтение? А кто там баллотируется, я даже не знаю Вот вы знаете Наверное, пошла бы Если пошла бы за КПРФ Ностальгирую по тем временам Когда отец говорил А вы знаете Вот потом вспомните Что мы жили В такое время И оно было стабильно Я хотела бы стабильность Ее сейчас нет Где ее взять? И спасибо Владимиру Владимировичу, пока живу Планируете участвовать? Ну, да, конечно Есть какие-то предпочтения? Ну Предпочтения В смысле, за кого? За какую партию? Ну, пока не думала Но точно не за единую Россию Все А по каким причинам, если можно? Ну, не знаю Пока не вижу ничего хорошего Что она могла для народа сделать Многие говорят о том Что нет смысла ходить И все предрешено уже Согласны вы с этой точки зрения? Ну, многие так думают Да, действительно Что Все равно напишут Нарисуют И все равно Выиграет Единая Россия И Но я так не думаю Если Все пойдут И выразят свою Так сказать Точку зрения Я думаю, что Все поменяется Планируете Принять участие? Вы знаете Не очень хотелось бы Но думаю, что Придется Не очень хотелось бы По какой причине? Сложно с выбором определиться На ваш взгляд Чем можно объяснить Такую пассивность Среди людей? Всего лишь 22% Готовы принять участие В выборах Наверное Много показухи Вот и все То есть Нет каких-то Реальных сдвигов Ну Каждый решает сам Я думаю, что Лучше, конечно Проявить активную позицию Чем Как-то Вообще Игнорировать То есть Конечно Лучше высказать свое мнение В любом случае Ну а дальше Уж Повлияет она на что-то Или нет Это уже Так скажем Время покажет Голосовать буду Да Предпочтения какие-то Есть уже? Ну Скорее Да Скорее Коммунистическая партия Ну вот Любой кандидат Как относитесь К умному голосованию? Ну Такое Оно размывает Скорее Голоса Ну то есть Мне кажется Лучше все-таки За какой-то Один блок Голосовать Эволюционный А не за всех подряд Почему именно КПРФ? Ближе к народу Как вы думаете Ситуация в стране Поменяется После выборов? Так или иначе Хуже Может стать Да Но Может поменяться И в лучшей стороне Да В зависимости От того От активности Да Есть ли смысл Принимать участие Людям? Думаю Да Есть конечно Комментарии Что лучше Игнорировать А не участвовать В выборах Но Это такая Пассивная позиция То есть Если вы Не участвуете В протестах И не участвуете В выборах То вы не участвуете Вообще Никак В жизни В политической Как вы думаете Столкнешься Или мы С фальсификациями На этих выборах? Да Но они Обычно Не больше 10-15% От общего Количества Проголосовавших Поэтому Если Половина Голосующих Проголосует За один блок Какой-то Оппозиционный Правящий партии То Хотя бы 30-40% В парламенте Наберут В смысле В Думе Вы наверняка Слышали О снятии С выборов Павла Груденина И вопросов Которые Возникают Николая Бондаренко Как вы можете Это прокомментировать? Скорее всего Это просто Постановка Какая-то То есть Надуманные Претензии К каким-то Считам Сфабрикованные Там дела И Какая-то Показуха Почему власть Так нервно Реагирует На оппозицию? Почему? Потому что Придется Скорее всего Юридически Нести ответственность За принимаемые Решения В данный момент Они Противоречат Существующим На данный момент Законам Большей части Знаете ли вы Какие события Будут у нас С 17 по 19 число? Не знаю Ну если серьезно Ну 17 по 19 выбора Вы имеете ввиду Но это Не события На самом деле Выборы должны быть В один день Тайные И Ну явочные Скажем Да Не электронные На три дня Расписаны И так далее Как назвать Это событие Которое будет? В таком случае Ну пародия На ВВД Допустим Ну как сказать Но таких выборов Быть не должно Просто Вот и все Планируете ли вы Поучаствовать? Обязательно Я знаю Что Текущие Сказать Силы Властные Да Они ничего хорошего Нам не принесут Значит Любая Оппозиционная сила Достойна поддержки Да Должна быть поддержана Вот и все А слышали ли вы Об умном голосовании Как вы к этому Откоситесь? Я к этому отношусь Как теоретически Прозвучало Умное голосование Так же теоретически Хорошо Я к этому отношусь Понимаете Да То есть Как на практике Это осуществляется В каждом районе Свои Ну Свои противостояния Да Свои как бы Приоритеты И Свои административные возможности Поэтому Ну что говорить Я бы хотел Да Чтобы была некая Альтернативная сила Консолидированная Да Которая все-таки Страну повела бы Немножко в другую сторону Это было бы Совсем умное голосование На ваш взгляд Результат предрешен уже Ну Он Намного предсказуем Скажем так Да Вот Другое дело Что Мы не знаем Какие события Затем могут последовать Вот И Я бы хотел Чтобы события последовали Субтитры создавал DimaTorzok